Если мы забываем телефон дома, то я на 99% убежден, что каждый из нас возвращается домой, даже если он отдалился от дома. Потому что он не желает остаться без связи, ведь его могут набрать близкие, друзья, по работе. Каждый из людей переживает за ту связь, чтобы не утерять с людьми. Следить за новостями, за политической ситуацией в стране и во всем мире в общем. Но Всевышний Аллах, возвысив посланника Аллаха на седьмое небо, повелев Ему совершать молитву, Он оставил для нас связь с Ним. Наш намаз, наша молитва, когда мы говорим Аллаху Аквар, мы налаживаем ту связь с Аллахом Субханаху Ва Та'Аля. Как же человек может упустить встречу со своим Господом, который он назначил, и назначил ему Аллах Сам, желает с Ним встречи пять раз в день. Как же человек может не прийти на эту встречу? Как же он может упустить это? Если он это упускает, то значит ему эта встреча не важна. Для него встреча важна с друзьями, с делами и всем остальным. И каково отношение человека с Аллахом, таково же отношение Аллаха он увидит на себе. И поэтому посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, Помни и забывай об Аллахе, когда тебе хорошо, когда у тебя достаток, когда ты здоров, когда ты молод и силен. И Аллах тебя не забудет и не оставит, когда ты будешь нуждаться в Нем. Когда тебе будет трудно и сложно. Но зачастую мы люди, мы люди как поступаем с Аллахом. Кроме тех, кого помиловал Аллах, человеку, когда хорошо, у него материальный достаток, у него здоровье, у него молодость, ему никто не нужен. Он позабыл об Аллахе, он строит какие-то огромные мечты и надежды. Но когда ему становится плохо, больно, у него начинаются проблемы. Заболел он, заболели дети, у него есть нужда, недостаток. Он поднимает руки и говорит, я Аллах. Почему вчера он этого не делал? Почему он каждый день, когда Аллах назначил ему время, он позабыл об Аллахе. Но Всевышний Аллах, Субханава Тааля, Он не подобен людям. Это мы, люди, можем сказать, один раз предал, один раз не пришел на встречу, все. Мы можем не простить. Но Аллах всегда ждет встречи с тобой. Аллах всегда ждет встречи со своим рабом. Аллах всегда ждет, когда же он осознает. Когда же он покается. И Аллах дал ему время. Пока его душа не подойдет к гортане. Это время, когда Аллах желает встречи с нами. Но придет время, когда он не будет желать смотреть на человека, который не желал встречи с ним. И в судный день, когда человек придет и будет переживать за свое состояние, И Аллах даже не заговорит с ним, потому что он пришел без намаза. Аллах желает. Субтитры создавал DimaTorzok